Друзья, привет-привет! Вы на канале OlaPlays и меня зовут Ульяна. Мы продолжаем играть в Тропика 6. И давайте вспоминать, давайте вспоминать, что нам нужно было сделать. Так, нам нужно, я так понимаю, это самый итог. Ого, это жрец? Как старомодно! Да, что происходит, все происходит. Надо, наверное, на паузу поставить и нормально с вами познакомиться. Поздороваться, нормально с вами поздороваться. Итак, играем мы в Тропика. Нам нужно найти дневник Софии Артека, получить его у Евросоюза. Евросоюз пока что нам не выдвинул никаких требований, что именно ему нужно, чтобы этот дневник вернуть. Но они хотят, чтобы мы устроили ограбление и вызвали чудо света с помощью центра кибероперации. Давайте-ка посмотрим, как у нас там дела у центра кибероперации, потому что, мне кажется, что они закончили. Что они уже сперли? Да, они уже завершили кражу. Пускай они какие-нибудь рыночные махинации тут снимаются ими, а мы посмотрим, что они там сперли-то у нас. Так, нет, не у нас, а для нас. Зимний дворец. Прямо восстание мятежники будут атаковать Зимний дворец, а не дворец президента. Ну-ка, ну-ка. Надо подальше. Вот его имеется, ну что, действительно, засунуть уж так далеко, как это возможно. У нас тут мало места. Очень-очень мало места. Давайте-ка сперва дорогу тут проведем. Вот, например, хорошее, мне кажется, место для Зимнего дворца. Да? Прекрасно. Похоже, мы собрали все нужные данные. И думаю, я должна поблагодарить вас, президента. Прошу. Примите эту украшенную монограммой форму для бельгийских вафель в качестве нашей благодарности. Прошу прощения, вы ждали чего-то большего. А что именно вы хотели? Вы хотите получить дневник? Это невозможно. Я согласна, что у всего есть цена, но дневник стоит дороже ВВП Тропика. Частично потому, что он в твердой обложке. Кроме того, без него Европейское агентство по исследованию развития коррупции совершенно запутается. Боюсь, вам придется удовлетвориться благодарностью от ЕС. И еще одной вафельницей с монограммой. Ладно. Попробуем стать им еще более полезными, значит. Но давайте сперва займемся нашими... Так, ага. 40 секунд у нас осталось. Нет, не займемся мы нашими людьми. Не займемся. Ну, хотя бы... Тропико прекращает торговлю с одной из крупных сверхдержав. Комментарий дворца. Они не хотят торговать честно, поэтому им мы... Мир это странное место, не так ли? Какой прок от власти, если ее не использовать? Так, я не поняла. Мы с Россией поссорились? Мы поссорились с Россией. Торгу... Импорт с Россией нужно. Так. Налаживаем. Срочно налаживаем. А отношения... Ааа! Мы же у них сперлись ими дворец. Ааа! Я понимаю, почему они... Почему мы им не нравились? Ладно. Давайте быстренько подпишем. Быстренько все привезут. Привезут. Где-то у нас Россия у нас была рядышком с Китаем. Вот она. Ну-ка. Отношение 21. И мы им не нравимся. Понятно. Ладно. Ну, сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. Плюс давайте препараты, например. Им нужны препараты. Конечно, в России так себе, видимо, с фармацевтической отраслью. А мы вот как раз тут делаем препарат. Плацебо? Прекрасно. Больше сахара, больше препаратов. Прекрасно. Прекрасно. Я рад, что сделка оказалась удачной. И я тоже рада. Знаете, как великая стена стала такой большой? Смешались безумные амбиции и крайне дешевая рабочая сила. Китай хочет с нами дружить. Я не хочу с вами союз, друзья мои. Я вот дружить, вот прям окей. А вот союз... Ну, что мы денег у вас попросим, потом похвалим. 32. Ну, чуть-чуть получше. Ну, а, морепродукты вот они еще покупают. Давайте вот им и морепродукты... Нет. Сперва, сперва смотрим, кому-нибудь уже продаем. Нет. Морепродукты не продаем. Давайте им продавать морепродукты. Все. У нас тысяча человек, кстати. Надо срочно глянуть на счет... Так, вакансий все еще больше. Хорошо. Деньги есть. Поддержка есть. О, украшения. Нам привезли. Ну, что мы их продадим. Никуда уж не денемся. Так, Китай жаждет оружия с огромной наценкой. Золото. Ром можно продавать. Минус семь со всеми как-то... Не очень. Сок. Ну, ты что, продаем сок? Нет, мы не продаем сок. 19% мы выручим лишних 80 тысяч. Давай, Евросоюз, получите сок. Я купил вам бутылку водки, но выпил ее в самолете. Впрочем, ее можно использовать как подсвечник. О. Несмотря на ваши тщательные исследования, президент, нам сложно изучать коррупцию в ЕС. Это такое чуждое нам понятие. Однако, ведущий эксперт ЕС по коррупции рекомендует нам предложить тайно вернуть народный дневник Софи Артега. А это важный исторический артефакт Тропика в качестве жеста хороших отношений между нашими великими организациями. В ответ вы должны предложить нам не связанное с делом благотворительное пожертвование соответствующего размера, чтобы продемонстрировать желание помочь ЕС в изучении коррупции. Президент, я принесла вам дневник. Конечно, мы не будем сообщать об этом подарке. И раз я здесь, чтобы передать свой дневник, могу я получить не связанное с делом благотворительное пожертвование для коррупционного агентства. Если хотите, вы можете положить его в неправдоподобный большой коричневый конверт, который я вам дам. Благодарю. Всегда приятно укреплять связи между ЕС и Тропика, президенты. Та-дам! Знаю! Военные понимают важность промы... Дневник у вас? ЕС разбирается в коррупции быстрее, чем я думал. Надеюсь, они не наткнутся на меня. Я переведу ваш платеж напрямую на ваш счет в швейцарском банке и одновременно с удовольствием начну экспортировать тропиканскую коррупцию в ЕС. Уверен, я найду для нее хорошее применение. Мой покупатель будет очень рад получить этот дневник. Очень рад. Президенте, я изо всех сил старался подобрать идеальный подарок на ваш день рождения. И с радостью предлагаю вам настоящий дневник Софии Артега. Было непросто заполучить его, но ради моего президента я сверну горы. О, не обращайте внимания на зацензуренные строки. Я получил его уже в таком состоянии. И дело точно не в многочисленных нелестных сравнениях вашей многоуважаемой личности со слом. Президенте, как забавно, что вы так старались получить дневник, а я просто взял и подарил его вам. Вас это порадовало? У меня вопросы. Откуда упинуть его 500 тысяч? Конечно, было неловко потерять в процессе столько денег, но не так неловко, как было Дюпон, когда ей пришлось отчитываться перед Брюсселем о распаде коррупционного агентства. Думаю, это показывает, что коррупция на самом деле не нужна. По крайней мере, не тогда, когда у вас достаточно некомпетентности. Граждане требуют провести выборы, президенте. Похоже, они хотят... Вы это сделали, президенте. Победа за нами. То есть, за вами. Никто не сомневался, что у вас получится, президенте. И тем более, ваш верный пенультимон. Но от грандиозности вашего свершения я готов лишиться чувств. Если бы все это было игрой, я хотела бы наблюдать за вами вечно в каком-нибудь бесконечном режиме. Но, увы, это самая обычная реальность. Ну что ж. На этом мы закончим. У нас, наверное, это самая короткая серия из всех, которые у меня были на канале. Кстати, интересно будет посмотреть, насколько хорошо люди смотрят настолько короткие серии. Ну что ж. Мы заканчиваем. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И мы с вами увидимся уже в следующих играх. И, конечно же, мы увидимся с вами в следующих дополнениях для Тропика 6. Все. Всем пока-пока.